Очередная сессия городского совета депутатов прошла не в привычном всем формате. Ее провели в стенах священного места Брестка крепости. И неспроста перед официальной частью сессии депутаты посетили пост в памяти, где каждый день ребята проходят своеобразную военную службу, чтобы достойно отстоять вахту у Вечного огня в любую пору года. За всю историю на пост номер один заступило более 100 тысяч юноармейцев. Ведь судьбу своей страны можно изучать по учебным пособиям, историческим документам, архивным записям. Но куда важнее изучать ее сердцем, посещая святые для каждого белоруса места, где живет в памяти героизм и солдат, сохранивших мирное небо над головой для потомков ценой собственных жизней. Те, кто прошли через пост памяти, они патриотизм, свою душу, любовь в своей стране пронесут через всю жизнь. Это у них останется навсегда. В памяти они дружат, они проявляют взаимовыручку. Они, ну, прежде всего, конечно, это патриотические мероприятия. Они всегда все равно зерно вот этого патриотизма в каждом ребенке заложено уже со школьных лет. Такой формат непринужденный, когда мы посещаем непосредственно объекты, где проводится, ведется патриотическое воспитание молодежи, конечно, оно способствует и нашему большему покружению в эту работу. И, соответственно, мы можем где-то и далее планировать свою депутатскую работу, в частности, с молодежью, делать более интересные формы, интерактивные формы работы. В любом случае, Брестская крепость – это всегда центр патриотического воспитания, это место силы. Поэтому сюда приходим и сами, депутатским корпусом, соответственно, приходим, встречаемся с детьми. Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения для будущего нашего государства имеет огромную роль. Это еще раз подтвердил глава государства Александр Лукашенко, когда поддержал инициативу о создании Республиканского центра патриотического воспитания молодежи во время послания белорусскому народу и национальному собранию. Его откроют на базе Кобринского укрепления Брестской крепости. Неудивительно, что второй точкой экскурсии депутатов стал областной патриотический центр, где ежегодно обучение проходит порядка двух тысяч ребят. Действует объединение по интересам. Мы выбрали место проведения нашей сессии не случайно, созвучно повестке дня. Основным вопросом повестки дня мы рассматриваем вопрос о патриотическом воспитании молодежи города Бреста. Вопрос запланирован, он запланирован у нас еще в прошлом году, эта тема нас интересует, депутатский корпус. Она в настоящее время является очень актуальной. Мы сегодня выбрали еще местом посещения для депутатов городского совета и патриотический центр нас. И пост памяти номер один, где молодое поколение Бреста, из поколения в поколение, вот здесь несут вахту у вечного огня. Это как раз те места, где должна коваться, вырабатываться методология работы и с молодым поколением, и с населением в целом. После ознакомления и посещения поста памяти и патриотического центра депутаты возложили цветы к вечному огню Брестской крепости и почтили память павших минутой молчания. По окончанию своеобразного практического экскурса в ознакомлении депутатов с патриотическим воспитанием молодых людей, собравшиеся, начали теоретическую часть сессии, где уже более предметно говорили о формировании гражданско-ответственной позиции у нынешних школьников и студентов. Интересны были доклады тех, кто не понаслышке знает, как правильно и, главное, с задачи подходить к вопросу общения с подрастающим поколением. Молодое поколение – это наше будущее, и мы должны доносить до нее те настоящие идеалы, те направления, которыми живет и государство, которыми живут и депутаты. Такое живое общение позволяет и нам больше узнать молодежь, узнать ее взгляды, устремления, ну и где-то тоже передать им свои вот эти идеалы, корректировать эту работу тоже. Анастасия Мелешкевич, Александр Воронин, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Субтитры создавал DimaTorzok